Они не расстаются с фотоаппаратами даже на выставке. Ловят интересные моменты и делают снимки. Юные фотографы приехали во Владимир со всей страны. Алина Аширова из Омска. Фотографией девушка занимается уже несколько лет. Ходит в фотоклуб. В этих работах постаралась передать жизнь родного села Мыс. Например, как её бабушка печёт булочки. Чтобы всё как бы живое получалось, чтобы интереснее было. Хотела подходить к моменту, как бабушка лепит там, стряпается. Она очень добрая, она любит людей. Но очень добрая. Конкурс для молодых фотографов до 30 лет и выставка лучших работ финалистов проводится в рамках традиционного Всероссийского фестиваля народных культур «Содружество». Его раз в два года проводят во Владимире. Талантливые ребята со всей страны приезжают, чтобы обменяться опытом и побороться за награды. У каждого участника свой секрет удачного снимка. Можно поймать, допустим, когда кто-то хочет сфотографировать кошку, которая в итоге прыгает. И ты её успеваешь фоткать, когда она ещё прыгает. А иногда можно постановить, то есть поставить, сказать, сделать эту эмоцию и так далее. На выставке более 200 работ из 23 регионов страны, а также Эстонии, Донецкой и Луганской народных республик. Из 2000 присланных заявок лучше отбирали члены интернационального жюри. Одна из главных задач – показать культуру, традиции и просто интересные мгновения жизни большой страны. Если человек, соответственно, фиксирует, просто фиксирует действительность, да, это когда-то нужно. Но когда человек, прежде чем нажать на кнопку, думает, это сразу чувствуется. И это ценится высоко. Были и споры, и разные мнения. Ну, в конце концов, жюри пришло к консенсусу. Среди конкурсных работ уже выбрали победителей. Чей снимок стал лучшим, сообщат в конце фестиваля через несколько дней. Каждый вечер у них проходят мастер-классы, встречи с известными фотографами, обучение, значит, приёмы фотографий. Гран-при один, а наград много. Для студий первое, второе, третье место. Для ребят много по разным возрастным группам. В каждом кадре своя философия, свой взгляд и неожиданный ракурс. Организаторы уверены, что в этом конкурсе нет проигравших, потому что фотографии ребят увидят сотни людей. В Доме фольклора во Владимире выставка проводят до 18 ноября, а затем её планируют показать жителям разных районов области.